Будем закрывать дорогу по всем четырем направлениям одновременно. Движение транспорта необходимо переправлять на правый съезд. Работы начинаем ровно 21.15. Предварительно обговарив детали перекрытия дорог, представители строительной компании, Дорожно-патрульной службы и транспортного отдела Шимкента приступают к началу работ. Перекрыть один из самых оживленных перекрестков областного центра – дело не из легких. Однако, благодаря слаженной работе ответственных лиц, перенаправить движение транспорта все же удается. Правда, ценой километровых пробок, перегретых автомобильных двигателей и недовольных автовладельцев. Движение затруднено. Я целый час пытался проехать этот участок. Неужели нельзя было подготовить нормальные объезды? Двигаться невозможно. В связи с началом ремонта дорог Ахимат Шимкента представил схему объезда закрытой развязки в районе рынка Бегжан. Так, если вам необходимо двигаться в сторону аэропорта, вам нужно будет свернуть направо перед автоцентром, затем, обогнув автозаправочную станцию Синуэл, снова вернуться на Тамерлановское шоссе. Чтобы попасть в центр Шимкента, возвращаясь со стороны аэропорта, вам нужно будет по Тамерлановскому шоссе съехать в правый съезд перед мечетью. Запланировать маршрут вам поможет схема, которая опубликована на нашем сайте otrr.kz. Кроме того, на каждом правом съезде установлены ярко-желтые указатели, на которых написано «Объезд». Чтобы выехать в нужном вам направлении, достаточно следовать указателям. Представители транспортного отдела заявляют, что дорожные работы запланированы на год. «У нас объект получается переходящий. До конца года, в двухсменные работы, мы сейчас подряд на организации вопроса полностью отрабатываем. Постараемся до конца года в верхнюю, по Тамерландской, и по А2, какую-то часть проезжую, часть открытую. Дать возможность для проезда». Стоит отметить, что развязка на данном пересечении улиц обойдется в 1 миллиард 800 миллионов тенге. Акимат Шимкента благодарит всех жителей и гостей за понимание и приносит свои извинения за временные неудобства. Бахром Абдулаев, Эльдар Жанусканов, Камила Сайфольна, информационная служба телекомпании «Отроар».